привет вас амигос кому-то на радость кому-то в тягость но ведьмак продолжает сегодня мы посмотрим на такой квест как подозваем братская любовь которым нужно поехать и поговорить заказчиком что не характерно для нынешних квестов то что заказчик аккуратно находится рядом со знаком вопроса в неизвестном месте то есть он получается что заказ разместил и ушел в неизвестное место так впереди прямо по курсу пантера лишние бои меня уже на хрен не нужны поэтому предпочитаем ее конечно же объехать ну собственно до заказчика тут осталось минута минута голубом по пути естественно опять заехал в знак вопроса там жил архи спор его убил пришли снова собиратели винограда короче говоря вот полно все-таки таких побочных квестов которые скажем так являются боевиками класса b по сути не очень интересны хотя за помощь помогите спасите снова этот актер озвучки от кого вот у нас спасать ну и шляпу они носят в этом сутки чудовище чудовище в пещере ахерливую эту пещеру лезет мы убежали а гюго остался внутри дюга наш брат тот самый шарль помоги нам найди его мы тебя наградим боже мой пафосный кадр делай скриншот пацаны он встал в такую позу и сейчас типа скажет слепой секс уже тут я могу вам помочь я спешу но не смогу вам помочь ладно я поищу его а вы двое ждите тут айронмен уже здесь айронмен будет помогать айронмен спешит на помощь так даже не надо это бахнуть эликсир дальнего света где он черная кровь белый мед чё за фигня вот он зелье черно-белого зрения ну и кто интересно тусит в этой пещере опа очки очистка да как они блять отражаются но я не скажу что как-то шибко этот бонус меня прямо лечит что-то он конечно восстанавливает мамка кикиморская который отрыва шатать сейчас будет сначала я сукас ее вы блядками разберусь потом блять потом с ней если особенно пальцами не жать куда не надо они меча интоксикацию повысили без нас их блять стороны умри интоксикация кикиморами логово токсичных кикимор ебте так вот там вот там я вижу какой-то звук наверно вот этот их брат плачет там как сучка мне сюда не залезть умеете не забиться в дальние щели это что чей-то мечик тут валяется на клинке свежая кровь это меч гюго с мечом пришел храбрец пусть дальше валяющую нильфгардцы следы крови юга может быть ранен да угли гом могут быть месячные блять вот как бы отравление вот снять тепло и сыра и киморы любят когда попрохладнее она поэтому не держится подальше да подальше блять соседнем помещении в общем-то снять интоксикацию и так чтобы кошка не слетела и волга ладно просто и сырым мясом полечусь что это такое а почему там свет горит руда прикрыт сталактитами и дега меня пришлали твои братья вот и сволочи негодяи ублюдки да не не убить меня прислали расслабься как не справились то прислали разбойника чтобы он закончил дело вот это поворот нихера ся я встретил их у входа они говорили что на вас напали чудовище а ты остался внутри надышался на говница какого-то мог вот они значит как сволочи лживые это их очередная уловка погоди давай помедлене что произошло меня зовут гюго монар мой отец виктор монар был знаменитым производителем коньяка мы с братьями вечно ругались кто из нас продолжит семейное дело вот отец и решил нас сдружить надеялся если мы вместе поработаем то и помиримся разобрал свой дистиллятор на части и три из них спрятал и каждому сказал где спрятана одна часть ну вот когда мои братья узнали что последняя моя деталь где-то здесь то решили что я им больше не нужен и собрались вывести меня из игры мы начали ссориться потом драться на шум собрались чудовище братья сбежали а я помчался вглубь пещеры деталь ты нашли в гробу я видал эти твои детали что с твоей деталью ты ее нашел нет но она где-то в пещере возможно на дне какого-нибудь озера блять отец стал тебя ебанут и хочу сказать забрался в пещеру полную чудовищ бросил деталь на дно и говорят ну идите блять собирайте да я был нахрен посол учу су блять а чё а чё его какие мыры не сожрали блять когда он подходил хорошо я помогу тебе только вот я не смогу заплатить много догадываюсь не сможешь там брать эти на выходе ждут дашь мне скидку это я могу тебе обещать жди здесь а как он будет выпускать коньяк с у него будет только одна деталь не я с таким ядом охерею сейчас просто бороться невозможно отличный белый мед бэмс бэмс как бы не обжечься добавляет защита венпа блять сука да что ж такое-то и чё клиент твой от высоких температур защищает тут такое спа а ты боишься обжечь перстень ничего си фильтр а если бы он бросил во этот провалился в щель вот в эту допустим выпуски задача дети останутся без наследства зато дружные будут братья нищеброды все пизда квенов да всплывает и мудак чё что делаешь то внезапно к вен закончился нежданчиком так чё то чё то мне кажется мутишь ты бегу не верю я тебе вообще борода там не доверяю говорят от них одни взрывы вот недостающая деталь но эти ци правда хорошо ее спрятал о это великолепно прошу вот твоя награда здесь немного но обещаю когда я открою таверну получишь персональную скидку вовлю на слове ты получишь свои дуэли твои братья наверняка беспокоиться они уже наверно арбалет на вход нацелили это мои братья привели с собой каких-то головорезов поджидают меня этого мы еще не знаю чё не знаем то блять ты хочешь сказать что они случайно оказались тут целой бандой да еще и при оружии они хотят меня убить забрать у меня последнюю деталь дистиллятора они не могут такую же деталь купить убери пока они меня не прикончили то есть ты хочешь осиротеть бы я убил твоих братьев ну их то может и нет но тех головорезов наверняка а братьев ну я не знаю может их просто обезвредить кастрировать например будешь меня защищать придется сегодня никто не умрет день вообще-то длинный и квестов до хрена нет выбора сток рад тебя благодарю я здесь подожду давай героичный ты наш блять он то в маске то без маски так ведьма что ты творишь учу вас братской любви сейчас 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 да братья у тебя говно натуре тащит на пурга какая-то у ничего себе после убийства противник изменяет время надо юзать так еще мне нужен яд повешенного вампиров триповедов драконидов зверей прокрытых а граф чего а где повешен это чузых а чё за говно подождите а куда делается против проклятых а граф реликтов драконидов зверей инсектоидов трупоедов вампиров и призраков а где против ебланов масла а ёбаный врут не бывает и такая залупа он сошел с ума держите его сука вот ты с арбалетом блять я сейчас я тебя вылечу от и кота так я говорю что первые целовать в жопу не будут лучники оглушение про канала надо он перебил ганзу спорт со строки на да я такой братан алюсе да время то замедляется смотрите-ка оба папочки нифига пургачи делает огюш какое дурацкое имя давай я посмотрим кто кого будет в жопу трахать тварь грот альбертуса и по заслуга моим подлецам может у них не было злых намерений так они верю ими овладела алчность эти подонки пошли бы на все чтобы отобрать у меня последнюю деталь может это была добрая алчность ты же их не убил скоро они очухаются но такого урока им на всю жизнь хватит да брось но получили пиздюли что сейчас залечь страны ликопластырь приклеит и придут снова за твоими яйцами давай их закопаем он там вот тут под тему под стеночкой или под деревом давай спросим кто где лежать хочет я буду гуманин сегодня что будешь делать не знаю восстановить дистиллятора отца теперь не выйдет так что я наверно открою скромную корчму на рынке стану продавать вино отец помер что взять и уехать отсюда не знаю там будет видно так или иначе спасибо что помог мне с братьями я этого не забуду обещал сначала мне скидки а потом грита поеду к я нахер отсюда чем тут лови расставаться удачи тебе чтобы ты не задумал нас пешлибо ведьмак до свидания пиши мне письма дай леща хоть вот тому фиолетовом огюсту чуваки с именем огюст должны получать леща почаще ах нравится мне этот звук значит что квест выполнен справедливость восторжествовала не значит что время выбрать новое задание да но это был так себе квестик по стопам пророка лимлянта понятно винные войны понятно дом милый дом гвинт нахер рыцарь наемник о отправить княжескому кормилию чтобы узнать подробности контракта что-то какой-то таинственный квест какой-то не написано даже что делать надо чей лагерь тут смотрите палатка какая-то чё за шалаш ильича это и блять опять оп латва а ты чё делаешь тоже на лагерь втыкаешь так но тихо-то ёптин вайк карли дэвидсон ковбой мольбора посмотрим где тут хотя бы этот указатель какой-нибудь ближайший сука лесопилка рункан ближайшая ну что по дороге зато есть вот это штука может это винные войны а может это по следам пророка по следам пророка хренаты 200 всего на 200 шагов как говорит мой кореш горит тут все шагами мириться но поскольку я на лошади значит 150 копыт до цели будем вымерить копытами на чё за гора такая давай платва давай ну блять кальша мало ела ты что ли о нет кусты злейший враг злейший враг платвы кусты как бы сейчас опять фристайла не начался он там походу гарпи игру да это гнездо гарпи наверно какой это не по следам пророка бля еще и в пещере где-то в какой-то где вход пошли в жопу а это наверное место силы у меня к это очень готова попасть о знакомая место странно где там рядом проехала пещеры не нашел ну вот здесь должен быть вход с краю согласно этой карте вот здесь как раз холмики и где-то здесь должна быть дырка скаль дырка в скала я думаю что это огромная пещера к это здорово не смотри херня к это не тут ничего еще за бред медведь зато он ходит гарпи это сорок четвертого level на матрас пойдешь уху вы ни хера нас такого удара улетела это был самый дальний перелет на разу всю жизнь блядь я ничего не помню ничего с лопатой прийти блядь и выкопать тут что ли на это что такое мост мост через что через санную канаву это что это гарпи приземлилась если пойду по канаве то естественно ни хера не будет по звуку кстати слышно что там не любишь серебро до места силы только посмотри сколько тут тварей тихо опачки а чё а чё нам взлетать-то не пытается борода какая-то блять вот так бы сразу-то их добивал столько во время сэкономили критический урон отравление кровотечения дух вдохнут они блять пошел в пизду короче этот знак вопроса его просто мамку делал неужели вот это вход вот сюда вот блять то столько надо идти через эти санной пещеры что да нахер она блять надо кому-то и вам даже насрать для что-то находится ебанутая как говно если она под землей так и знак бы свой сраный под землей рисовали блять хожу как и баньку еще по два часа ти блять виноградные войны здесь или статуя пророка или блять вообще нихера нет о стоп а впереди еще как говно это но это точно наверху должно быть ну что опять-то ёб твою мать вход придержи чудо нахер вход заказ винодела да это винные войны здрасте вам сударь ведьмак здаревая хрен ты в шляпе чё тебе надо выж тот самый ведьмак верно который тот самый иначе чё ты хочешь а вы словно мысли мои читаете тут вот так там поселилась какая-то опять я эти заказ виноделов грифоний фоль пошел ты нахуй слышишь говно дерьмо дерьмо не квест заказ винодела все никогда мне я хочу интересное задание делать и не одни однотипные я уже очищал одному веноделу этот эту пещеру от пауков там где граф стал это отдает мне это не является частью этих винодельческих воин но это не является частью другого квеста просто к это фуфляндия что что это было блять кто-то рожает наверно судя по звукам мощного что квест роды принять надо место блять неизвестная аж бесит столько времени тратишь на это говно там ничего даже не найти нихера ну и в общем то побочные квесты такие нормальные глобально они уже подходят к концу остаются только такие типа там по знакам вопроса походить статую помочь построить такие длинные долгие и бессюжетные остались так поймал найдем этого это кстати не здесь ли мою картину продаю ни хрена себе у них фонтан такой как будто у них уже под водопровод изобрели не раз фонтаны есть значит как-то напор должен нагнетаться значит водопровод должен быть если это не естественный водопад княжеский камер ленью а что такое камер ленью странствующий рыцарь в прихожке иди в дарк соус лучше пройди кстати у него так и смотрите он привык на лошади скакать лишь как ноги растопырил кто последний камер ленью достойно есть и справедливо ведьмак что на призыв досточтимой княгине ты прибыла идите в жопу да чё здравствуйте славный герой меня зовут рафаэль десюрман я камер ленью княгинь я очень рад что ты очень рад плачу странствующим рыцарям за что за то что странствует ездит по большакам охраняет у сент от разбойников и чудовищ а потому разумно и справедливо чтобы за труды свои они получали достойную плату и если вам суды удастся разбить какую-нибудь ганзу спасти рыцари или же освободить какого купца из рук головореза возвращайтесь ко мне и получите заслуженную вот это совпадение я как раз обоплать за примите мою глубочайшую признательность вот компенсация за ваши лишние какие лишние мне вот интересно откуда берутся деньги на эти выплаты из княжеской казны разумеется ее милость княгиня анна генриетта очень ценит отвагу и самоотверженность какая молодец она постановила прошу прощения получить финансовую к он что-то продает я был взгляд на такое лицо сделал как будто бля не хочет ничего продавать а сука он нищий денег нет так он денег не дал на увидимся удачи тебе рыцарь солен сколько квестов дал сразу ладно это походу квест просто на миллионы сариску кто-то ой бля опять все знаки вопроса почти короче все все знаю ха ха еба какое беспалевное принуждение к выполнению побочек жесть исследовать остров ноги многие говорят мне про этот квест про предназначение ебая 43 уровень гвинт я предлагаю еще немножко основника сделать потому что я в этом городе всего-то с чистящим обуви поговорить я не думаю что много времени займет тихо платва не переед никого господи не расплатимся он кстати сказал что дает мне какую-то компенсацию за что-то там и и ни хера не дал походу он платит странствующим рыцарем пламенными благодарностями сколько у меня денег а две две посмотри чё-то дал типа косаря что ли за ганзу косарь ну на кровати за работа кстати кровать ты уже оплатил надо заехать посадить на мою новинку а стоп а нет не здесь где блять моя картина не помню на какой площади оставил надо повесить дома этот шедевр баклер все-таки не баклер дурац какое название но это чё за фавелы люди помогите на это самый нищий самый нищебродский квартал я тут еще не был а тут всегда грязь и ясно теперь почему ты помой перед мастерской льешь мы сами видели да вам показал сейчас опять будет походу будет кулачная кумите ну и как ты это объяснишь неважно йод или солнце печет всю неделю а тут всегда грязи по щиколотку а я тут причем погоду у нас в баклере такие я тебе дам погоды это ты каждое утро помой выливаешь здесь и перед нашей мастерской а люди себе обувку пачкают и к тебе чистится приходят любезный это заговор какой-то получается хитрожопы сейчас я тебе жопу ремнем заговорю а ну пойди сюда оставьте его а ты кто такой а по мне чё ебать не видно я его отец я ведьмак не ваше дело бля я так я бы такого увидел я бы не спрашивал кто такой я бы молча послушал такая маска мажорная и идите ка вы откуда пришли я думал ведьмаки от чудовищ защищают а не пройдох охраняет мне с ним поговорить надо болтай сколько хочешь только сперва мы с него шкуру спустим отвали аааа где ж храбрости то столько тогда милости просим можем и тебе по случаю люлей выписать где тут дрын какой нибудь о блять началось что это может быть за скворца страгена так ты разбойник значит неизбой . Сейчас я тебе покажу, как, блядь, Мальдонада Емельяненки навешивал. Я слева зайду. Хуё-моё, свежее бельё. Хуё-моё, свежее бельё. Это что у вас за лозунг такой? Всё, ёпта, раз, два, левый, правый. У меня не зря тут золотой кулак Баклера на тумбочке у кровати стоит. Надо ещё и хуями покрыть в лучших традициях. Что это значит? Что тут за драка? Кто за чинщик? Я выслеживаю бестию по поручению княгини. А, да, что-то слышал такое. А эти здесь кто такие? Усложняет мне работу. Ничего особенного, так? Недоразумение. Мы уже разобрались. Угу, понимаю. Политику обсуждали. Про теженни мы трогать не станем. А вот этих... С ними другое дело. Пойдёте с нами. Посидите в камере. В другой раз чудить расхочется. Давай, конкистадор, иди. Шлемы такие у них, конечно, вообще как... Как у этих, у испанцев как... Ну да. Вы, однако, умеете махать лапу. Конкистадоры. Работу часом не ищите. Кирасиры, кирасиры для вас. У нас был бы хороший дуэт. Лапами махать. А вы, однако, умеете лапами махать? Работу часом не ищите. Я ебал. Таких работодателей у меня ещё не было. Да? Как ты себе это представляешь? Да преотличнейше. Я бы своим делом занимался. А вы стояли бы на страже. Ну и потом. Вы сильнее меня. Так что с утра носили бы помои, помогали бы грязь развозить. Значит, правы были мужики. Которые хотели тебе люлей прописать. Жить-то как-то надо. Ну, так что? По рукам, уважаемый? Я подумаю. Балбес мелкий, блядь. Интересует меня один человек. Сейчас-сейчас. До разговоров милости просим накреслиться. У меня чистая обувь. В этом городе ни у кого нет чистой обуви. Разве что кто-то только что вышел от меня. Прошу. У него и свечечка вон стоит. Ай-яй-яй-яй, культурное заведение. Шкоры ебать такие свои. На кирзачах. Об одном твоем клиенте. Высокий, в хорошем черном сюртуке. Не местный. Чужеземец? В сюртуке. Что-то припоминаю. Скромная сумма могла бы освежить мне память. Надо было позволить дать тебе пиздюлей. Ну, скажем, пятьсот крон. А ты не охуел? Чего, да ты с ума сошел. На что тебе столько денег? Да я вот дело хочу расширить. Понимаете? Будку хочу с большой вывеской. И новый ящик. Ваксу. Щетки. А если денег хватит, еще в прачечную вложусь. Тогда за грязную воду платить не придется. Я вижу, ты уже все спланировал. А как же? Теперь осталось только денег найти. Блядь. Второй уровень обмана нужен. Придется, походу, терпеть убытки. Может, как-нибудь договоримся. Сука, пятьсот. Ты че, паскуда мелкая? Я, блядь, драконов убиваю дешевле. А ты, сука... Я тебе вообще только что жопу твою спас. От ремешка-то, а? Триста, блядь. И то для тебя много. Маленькая гнида. За такую цену? Да я и рта не открою. А в темницу ты не хочешь? Да пиздец вообще лютый. Просто говно мелкое. Хуесос малолетний. Блядь, ненавижу детей. Будь по-твоему, настолько я согласен. Премного благодарен. Я этого не забуду. Ну, давайте к делу. Дядьку, которого вылезли. Я знаю, а вот как зовут? Нет. Но он раз в пару дней заходит. Он всегда добрый. Платит больше нужного. Знаешь, где его найти? Нет. Но вы погуляйте тут. Вдруг он появится. У меня нет на это времени. Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу, по сторонам не пялюсь. Кто куда идет, не смотрю. Это за это я 500 крон отдал? Смотрю, у вас дела не очень. А вот и ты. Тебе лучше? Хочешь высосать ребенка? Воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен. Теперь позволь, я задам правильный вопрос. Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу, и даже самый грязный башмак будет сиять, как купол собора святого лебеды. 500 крон. Тряси с него мои деньги. Я этой мразе 500 крон дал. А вы ему ничего плохого не сделаете? Он может странный немного, но добрый. Да я мамки твои, блять, плохо сделаю сейчас. Ну, у нас с ним вышла размолвка, мы хотели бы с ним поговорить. Я ему ботинки оставляю у одного дома в порту. У такого, с красной дверью. Но не знаю, там он живет или нет. Проверим. Может, найдем что-нибудь. Так может, прежде чем вы пойдете, я позаботусь о ваших ножках? При всем уважении, обувка у вас могла быть и почище. Спасибо. В другой раз. Надеюсь, и работяги очко порвут, когда я отсюда уйду. Там плотва такая в стороне, с башкой грифона стоит беспалевно. Да, конечно. 500 крон вообще говно, не подход, блять. Прям вообще подход неправильный. Пф, 500 крон, подумаешь, хуйта какая. Мне тут князи, цари, короли, блять, квесты давали, платили меньше. Причем, блять, вообще информации не дал никакие. Зато я ебал, какие, блять, в дополнение цены такие. Просто пиздец. А, да, блять, мне же не надо за ним идти. Красная дверь, это о ней говорил чистильщик. Он все равно будет бежать быстрее, чем я с любой скоростью. Взять. Че, блять, за магия, нахуй. Не входя, оп. Решение жилищной комиссии в связи с задолженностью по выплатам за помещение, используемое под склад административный суд города Баклера. Баклера, ёб твою медь. Предписывает арендатору Алькиру де Сампо освободить помещение в течение 7 дней. Неподчинение вышеизложенному решению грозит должнику тюремным заключением. Длительность тюремного заключения будет определена долговым судом. Судебный исполнитель Викор Ламер. Ну, теперь можно и войти. Ригис, смотри, твои слуги тут сидят. Даже не шелохнулось. Придется выломать. Умоляю, прояви немного такта. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать, да, Этлов, я иду за тобой. И что ты предлагаешь? Дай мне минуту. Надо ведьмаку тоже такой перк выучить. Ну, ловко. Свалить в туман будет называться. С такими-то способностями. Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. А то Геральт не видел, как он превращается в дым. Да, да, теперь будут Луну два часа показывать. Это я уже скипнул. Он что, игрушки делает? Любит деток. Он здесь. Ты чувствуешь его? Нет, его нет. Нет, пахнет птичьим дерьмом. Давай осмотримся. Давай сожгем эту халупу. Очки у меня и три. Поношенная шкура. Напоминает мою бывшую. Так, друзья. У меня персонажа. Так. И какого черта что мне... А, все, хватает, смотри. Каждый смертельный удар мечом нанесенный... Расч... Чего? Каждый смертельный удар мечом расчиняет противника или активирует добивающий удар. Кажется. Ахуй с ним. Бери, что дают. Да и ладно. Исследовать мутации две. А я сколько, блядь, исследовал? Воу, тихо. Что это было? А что накрасится-то? А если я вот это сделаю? Ага. Сучка драная. И пропала, смотри-ка. А чем я тут был-то? Все, настроил кое-как. Да, система, конечно, прокачки в этой игре на первый взгляд, конечно, интересна. Но что-то вот так замудрили. Прям вот нельзя уметь все на свете. Сучка никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. Какой ты лиричный. Ничего себе. Никогда бы не подумал, что... Вот ты какой. О, конфета. Тофи. Ммм. Эту игрушку недавно чинили. Давайте. Скажи мне, что Детов мстит за закрытие детского дома. Письмо Лавочнику. И я давно прошу маму с папой, чтобы не... Дядя Лавочник. Я давно прошу маму с папой, чтобы они купили мне игрушку. Мамочка тогда плачет и говорит, что у нас нет денежек. Папочка всегда нервничает, если я его спрашиваю, когда он их заработает. А один раз даже меня ударил. У моих подружек есть красивые игрушки. У Лауры есть пушистый мишка. У Мишель кукла с золотыми волосами, которые можно расчесывать настоящим гребешком. Зовут ее Барби, наверное. Мне грустно, что у меня так никогда и не будет никакой игрушки. Поэтому я написала вам это письмо. Дядя Лавочник, на самом деле я уже давно хотела вам его написать. Только раньше я писать еще не умела. Теперь уже умею. Если у вас найдется какая-нибудь красивая игрушка, которая не будет никому нужна, то я не позабочусь со мной, она будет счастливой. Только вы надо мной не смеетесь. Я знаю, что я еще маленькая, но я знаю, что игрушки на самом деле не живые. Они живут только в нашем воображении. Ну и что с того? Я бы ее очень любила. Изя. Изя. Как мило. Надеюсь, ты дал ей какую-нибудь игрушку. Прибитую к полу гвоздями, например. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Вот этих кукол не по себе. Да, нападут еще чего доброго. О, Регис, я тебе лошадь нашел. Платва. Добавная безделушка. Платва 2. Лучше бы я на такой скакал. Она бы хоть в ветках не запуталась. Думаю, что окончу жизнь, как такая вот игрушка. Я вот этих кукол не по себе. Пам наверх. Пойдем на чердак. Значит, это его гнездышко. Нужно осмотреться. Телку нарисовал. Ой, женщину нарисовал. Какой-то смазанный. Это его девушка? Не знаю. Кого-то она мне напоминает. Кого? Княгиню. Не знаю, но у меня впечатление, будто я ее раньше встречал. По-моему, княгиню. Да, толково нарисовано. Опять мечи, блядь. Инструментами недавно пользовались. В перерывах между убийствами Детлов чинит игрушки? Оставь свое злословие при себе, Кера. В чем тут злословие? И правда. Не знаю почему, но она напоминает мне Адонию. У всех маньяков есть хобби у Детлова, игрушки. Подозрительное письмо. Детлов Вандер Эритайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты... И тебе пиздец! Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Реновет. Мы заточим ее в подземелье кишащим крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей пять человек. Какая чушь, боже мой. У тебя есть три дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Видишь? Это лучшее доказательство того, что Детлов убивает не по собственной воле. Кто-то его шантажирует. Да. Уверен, суд присяжных его полностью оправдает. Дадут лет пять. Шантажист. Кто такая Реновет? Сестра княгиния. А нет. Единственная людская женщина, с которой он был близко. Которая ему дала. Она приняла его, и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире. Это она начала дело, которое я стараюсь продолжать. Ты встречался с ней? К сожалению, не имел чести. Она ушла от него до того, как Детлов меня спас. Хотя он всегда утверждал, что она пропала. Такие уже лет восемьдесят, наверное. Может, это моя бабушка Вифт? Почему он так думал? Она оставила какие-то следы? Никаких следов не было. На подушке осталась пара длинных волос. Повергает тезис о том, что она была похищена. По моему скромному разумению, в один прекрасный день Детлов взбесился. Она увидела иное его обличие, которое ее потрясло. И тогда она ушла. Нашла себе хуёк покрепче, может? Какой стаи чё ты несешь? Даже если тогда Ренавет от него ушла, то в этот раз ее и правда кто-то похитил. Трудно с этим не согласиться. Еще труднее предвидеть, на что он пойдет, чтобы ее вернуть. Короче, надо теперь узнать, кто их заказал. Убивать он определенно готов. Ради Йеннифер ты бы сделал то же самое. Он убивает, потому что она для него важна. И ради Йеннифер? Да хрен с ней с Йеннифер, у него еще тряс есть. И медсестричка тоже. Ладно, мы знаем, что его шантажируют, но по-прежнему не представляем кто. Надо тут еще немного осмотреться. Да, конечно, мы здесь найдем улики и узнаем, кто, блядь, его шантажирует. Детлов не узнал, а мы узнаем. О, смотри, записка. Здрасте, я маньяк, блядь. Записки с именными жертвами. Сейчас мы почерк проанализируем, наверное. Смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак Пейрен, граф Делакруа. Это жертвы Детлофа. Ради еще два. Да, у него же не хватает мозгов изменить каллиграфию и писать печатными буквами. Нет, здесь краситель киноварь. Редкий минерал. Встречается только в Нозаире. Но это немногое нам дает. Привезти чернила мог кто угодно. Верно. Но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в Баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Да, это что ж за свинота такая, которая, блядь, на записке вино проливает. Подведем итог, что у нас есть. Кто-то шантажирует Детлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв. Давай решим, кто из нас Шерлок Холмса, а кто, блядь, доктор Уассон. С чернилами. Не его рукой. Немного. Достаточно, чтобы признать Детлофа невиновным. Заебись. Это что у вас там за законы такие, что, как бы, киллер... Киллер не виновен. Виновен заказчик. Я бы так не сказал. И сомневаюсь, что княгиня с этим согласится. Я уверен, ты сможешь ее убедить. И потом... Что потом? Ну, не стесняйся, не стесняйся. Моя убеждалка только для Енифи. Может, это довольно смелый план, но... Если бы мы нашли Ренавет, мы бы лишили шантажистов их козырной карты. Блядь, где мы ее должны искать? Хм... Может, стоит попробовать, но... Что с Детлофом? Я буду искать его девушку, он убьет очередную жертву. Не убьет. Я сумею его удержать. Я объясню, что ты друг и помогаешь нам. Я подожду здесь. Должен же он появиться. И он послушает? Да. Может, мне подождать с тобой? Нет. Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить. Поверь мне. Лучше я останусь тут один. Боится? Значит, уважает. Поговорю с каньгиней. В таком случае мы будем ждать тебя здесь. Оба. Заебись. Хреновед, хреновед. Чё, ёптать? Эй! Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу какой-то забияк. Забияк. Я-то вижу, что, блядь, обезьяна ты, сука, в доспехах. Ладно. Понятно, что ничего не понятно. Ну, Дэтлов типа хороший. Это уже... Это уже печально. Я хотел его убить. Ну, с оставшимися делами разбираться будем уже в следующих сериях. Забухать, что ли, с алкашом? Или обобрать его по дороге? Да, мы даже не знаем. Ладно, короче. Жмите что-нибудь, пишите. Всё такое. Спасибо. 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 Спасибо.